Симеон И он также обязан вам, как и Симеону, потому что он Бог, и он должен сдержать свое слово. Я вижу Симеона, он сильно желал видеть Христа, не важно, что там говорили критики, но он верил тому, что сказала ему Божье Слово. Вы верите в Божественное Исцеление? То, что вы верите в Божественное Исцеление, именно это и доказывает, что есть Божественное Исцеление. Когда приехали в Америку, здесь обнаружили американских индейцев, поклоняющихся Солнцу, Луне, природе, потому что индейец знал, что он имеет Творца, и в его сердце было нечто такое, что взывало к поклонению. Так с каждым смертным. Ты, может быть, поклоняешься своей машине, своей работе, своему дому или еще чему-либо. Если есть какой-либо идол, убери его прочь и позволь Иисусу Христу занять первое место. Тогда бездна жаждет, как сказал Давид. Бездна призывает бездну голосом водопадов своих. Если бездна вот здесь призывает, то должна быть бездна, чтобы ответить на этот зов. Я любитель природы. Брожу по лесам, наблюдаю закат Солнца, слушаю голоса птиц и диких животных. Моя мать наполовину индианка. Что-то есть в моей крови, что я так люблю природу. Когда я слышу звуки дикой природы, что-то вспыхивает у меня в душе. Недавно я был в горах Колорадо, наблюдал за улицей, как она несла на своих крыльях своих маленьких птицов из гнезда и посадила их на траву в долине. Потом она взлетела на пик самой высокой скалы. Я наблюдал за ней в свой бинокль. Свою лошадь я привязал к дереву, и я сказал, «Господь, мне это нравится». Орлы строят свои гнезда из острых прутиков, и те орлята не знают ничего другого. Но однажды мать раскрывает свои крылья, они забираются на них и опускаются вниз. У тех маленьких птенцов там было пятидесятническое пробуждение. Бегали вокруг по той мягкой травке, чирикали, подпрыгивали, были действительно свободными. Я подумал, это верно. Как человек в старом гнезде этого мира ничего не знает, кроме того, что дает ему дьявол. Но однажды Бог поднимает его и опускает на сочные зеленые луга. Он радуется, он свободен. Я подумал, почему эти птенцы не боятся? Вокруг рискуют койоты. Но время от времени они поглядывали наверх, их мать наблюдала за ними. Я подумал, хвала Богу! Он взял меня из гнезда этого мира, он взошел на вершину славы, воссел в вышине, наблюдая за своим наследием, чтобы ничто не повредило им. Я подумал, если бы койот направился к этим орлятам, она разорвала бы его. Пусть попробует сатана поохотиться на верующего. И он почувствует вхватку Иисуса Христа на своих запястьях. Она сидела на самой высокой скале, которую только смогла найти. Ее голова величественно поворачивалась, она наблюдала. Ее зорки, орлиные глаза просматривали все. Через некоторое время я увидел в бинокль, как она подняла голову и посмотрела вокруг. Она прислушивалась. Я подумал, в чем дело. С севера послышался раскат грома. Она продлительно крикнула и устремилась вниз. Расправила свои крылья на злачных пажетях, и все эти орлята побежали к ней. Они вцепились своими когтями и своими клювами в перья, и она поднялась с овлятами на крыльях и полетела вверх 50 миль в час, пронизывая ветер в расщелину скалы. Я заплакал, как ребенок. Я подумал, наступит день, когда все закончится. Он придет из славы, расправит величественные крылья силы своей, и маленькие орлята вцепятся в них и улетят с ним ко славе. Если бездна зовет, то бездна отвечает. Прежде чем произросло на земле дерево, должна была возникнуть земля. Бог не сотворил дерево для земли, Он сотворил землю для дерева. Земля звала, пока не произросло дерево. Прежде чем появился плавник на спине рыбы, уже была вода, в которой она смогла плавать. Рыба получила плавник, потому что была вода. Все, что у нас есть, имеет свою цель и причину. Я читал о маленьком мальчике, который ел резинки из карандашей, резину от педали велосипеда, любую резину, которую находил. Его отвели к доктору, на обследование обнаружили, что его тело нуждалось в сере. А сера как раз находится в резине, и он ел резину, чтобы получить серу. Если здесь, внутри, было нечто, требующее серу, то должна быть сера, чтобы ответить на это требование. Бездна призывает бездну. Прежде чем была бездна, этот зов, то должна быть бездна, чтобы ответить на этот зов. Несколько лет назад вы, может быть, посещали формальную церковь, где не верили в крещение Святым Духом, но было нечто такое, что звало больше Божьего. Вы жили в оправданном положении, но вы желали крещения Духа. По этой причине и есть Дух Святой, что вы жаждали Его. Вы никогда не жаждали бы Его, если бы не было нечто здесь внутри, зовущее Его оттуда. И вы здесь в этот вечер потому, что вы верите в Божественное исцеление. Даже если бы этому не учила Библия, но вы поверили бы в Божественное исцеление, то источник должен где-то открыться. Бездна призывает к бездну. Симеон знал, что придет Христос, и что Бог обещал ему, что он увидит Его прежде, чем умрет. И как раз, когда появился Христос, Симеона повел Святой Дух, давший это обещание прямо ко Христу. Святой Дух, который дал обещание о Божественное исцеление, привел вас сегодня сюда, прямо к источнику, который открыт для каждого. Каждый из вас, детей Божьих, приведет сюда, потому что вы верите Божьему обещанию. Там, на углу стояла слепая старушка, ее звали Анна, она была пророчица, ожидала прихода Господа, и Бог должен был показать ей Христа. Та слепая старушка, пророчица, ведомая Духом Святым, прошла в то утро через то здание, прошла мимо ряда женщин и остановилась прямо у источника. Ибо ее вел Святой Дух. Он здесь сегодня, воскресший из мертвых, Он дал вам обещание. Если Святой Дух не привел бы вас сюда, вы были бы где-то там в миру, но вы сидите здесь, в этом душном помещении, потому что вы ожидаете увидеть, как Иисус Христос придет и подтвердит свое Слово. Если ты ждешь, что покритиковать, я вам многое покажет тебе. Чего ты ожидаешь, то и получишь. Некоторые говорят, если я увидел что-нибудь такое, тогда я поверю. Чего ты ожидаешь, то и получишь. Я ожидаю увидеть, как сойдет Святой Дух и проявит себя в силе. Многие получат крещение Святого Духа. Грешники будут рыдать на пути к Голгофе. Больные исцелятся. Всякие знамения и чудеса. Да, потому что Иисус Христос обещал это, и я верю Его обещанию. Будем молиться. Небесный Отец, подтверди свое Слово чудесами и знамениями воскресшего Иисуса. Мы знаем, что когда Он был на земле, Он только заявлял, что ты показывал Ему видение. Он знал мысли людей, их состояния. Он узнал, когда та женщина с кровотечением прикоснулась к Его одежде. Он сказал, вера твоя спасла тебя. Отец, мы знаем, Он сегодня здесь, потому что Он обещал быть. Наша уверенность находится в Нем и в Его Слове. Мы видели Его в проявлении, Его воскресение среди народа Своего. Господь, да будем мы сегодня дающими свет для века сего. И в конце пути, когда каждый из нас предстанет пред Тобою и откроется великая завеса, и наши жизни вновь предстанут пред нами, дай мне услышать мой голос, вопиющий против неправедности и призывающий людей верить Иисусу. Благослови сидящих здесь людей. Здесь очень жарко. Пошли им особое благословение. Господь, освяти слугу Твоего сейчас для этого служения, понимая, что глаза будут открыты вот таким образом. Я молюсь, чтобы Ты позволил Своей великой славной силе открыться пред всеми. Возьми этого недостойного человека, вынь существо мое, и войди, Господь Иисус, и говори Своему народу. И когда вся жизнь пройдет на земле, умолкнет последняя молитва, битвы закончатся, развеется дым, оружие сложат, закроют Библии, и мы придем к Твоему дому. И когда настанет вечно светлая заря, соберутся избранные все в обители царя. Как сказал поэт, Господь, когда мы увидим тот огромный накрытый для ужина стол на тысячи километров длиной, сидя за которым боевые ветераны со шрамами будут смотреть друг на друга, слезы радости потекут по щекам, царь пройдет в красоте своей и святости, пройдет вдоль стола, вытирая им слезы, говоря, не плачьте более, все прошло, войдите в радость Господа, трудности в дороге, тогда покажется ничто, когда мы достигнем конца пути. Помоги нам сегодня, Господь, забывая старое и прошлое, стремиться сейчас к высшему призванию. Пусть сойдет Дух Святой и проявит этим людям Иисуса Христа. Я пытался рассказать им, что Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Благословит Вас Господь. Извините, что веду себя как ребенок, но нечто касается сердца моего, когда я говорю о нем. Еще в детском возрасте видел ведения. Служители сказали, никогда этим не занимайся, это от дьявола. Я наполовину поверил, что те ведения были неправильными. Тогда Он пришел ко мне в ту ночь и сказал мне, кто Он есть. Я знаю, что Он сейчас здесь. Я знаю Его присутствие, я знаю, что люблю Его. Я думал, как же это может быть от дьявола, если я так люблю Господа Иисуса. И Он пришел и рассказал мне совсем иначе. Я поверил в Ему, потому что это соответствует Божьему Слову. Их слова не соответствуют Божьему Слову. Так вот, когда это охватывает меня, я так слабею, что я едва стою на ногах после одного-двух человек. Прочите в Писании. Пророк Даниил увидел ведение и изнемог, и болел несколько дней. Однажды у одной женщины было достаточно веры, чтобы Иисус повернулся к ней, и Он сказал, «Из Меня вышел поток силы». Это не я. Я просто человек. Первый из грешников, родившийся несвоевременно для вас, люди полного Евангелия. Божьей милостью Он позволяет мне называть вас моими братьями и сестрами. И я люблю вас. Я здесь не для того, чтобы на Меня смотрели и Меня слушали. Я здесь не из-за денег. Я здесь потому, что я люблю Иисуса, и я люблю вас. И я приехал, чтобы подчинить себя Ему. И Он сделал бы что-то через меня, что заставит вас любить Его еще больше, верить Ему и получить исцеление. Благословит вас Бог, пасторы и бизнесмены. Я хочу попрощаться с вами, пока еще не ослабел. Бывает, что мне трудно уйти с платформы. Мой сын и управляющие за этим следят. Если мы никогда не встретимся с вами на этом берегу реки, я увижу вас в то утро и скажу то же свидетельство. Я люблю Господа Иисуса. Бог дает мне видение, это правда. Бог мне свидетель. Я могу говорить только то, что Он позволяет мне милостью Своей. Молитесь за меня. Еще об одном попрошу. Я еду в Африку, в Индию, в Палестиву, в Германию. В тех странах, знахари колдуны и люди, одержимые бесами, бросают тебе вызов, и тебе надо знать, о чем ты говоришь. Когда горячие и сильные порывы ветра и гонения, я буду помнить, что в Вашингтоне округ Колумбия за меня молятся. Вы обещаете мне это? Прошлый вечер раздали 100 молитвенных карточек. Было на внуху. Вчера вечером я назвал первые 15. Правильно? Сейчас мы назовем больше. Может быть, если будет сильная вера, то мы сделаем из них две или три группы. Кто здесь не имеет молитвенной карточки, но хотел бы исцеления от Бога? Поднимите свою руку. Может быть, мы встречаемся с Вами впервые. Плохо, что мы не можем побыть подольше, чтобы Вы узнали, как принять божественное исцеление. опухоль — это демон. Любая болезнь от дьявола. Бог не накладывает болезнь на своих детей. Это делает дьявол. Вы говорите, как же, дьявол тоже может исцелить? Иисус сказал, нет, не может. Если сатана изгоняет сатану, то его царство разделится. Только Бог может исцелить. Медицина и доктора не претендуют исцелять. Клиника Майо одна из лучших. Они говорят, мы не исцеляем, мы только помогаем природе. Есть только один исцелитель, это Бог. Они могут зашить место на вашей руке, но они не могут заживить его. Зубной врач может вырвать зуб, но кто заживляет это место? Доктор может вырезать аппендицит, но кто исцеляет это порезанное место? Бог. Лекарство не выращивает ткань, но только способствует. Доктор может вправить вашу руку, как его учили, но исцеление ее оставляет Богу. Все исцеление это Божье. Когда жизнь демона выходит из тех опухолей, тогда те опухоли отмирают. Если бы жизнь вышла из тебя, ты умер бы, но твое тело все еще там. Любое тело сморщивается, когда уходит жизнь. Если здесь есть охотники или мясники, если вы убьете животное и взвесите его, на утро взвесьте его опять и увидите, насколько легче оно стало. Потом оставьте его полежать 2-3 дня и увидите, насколько тяжелее оно станет. когда нарост умирает, то демон, эта жизнь выходит из нароста, рака, катаракты. каждый человек развился из-за родыша и клетки развивались. Эти клетки развивались по природе той жизни и сформировались в человека. Клетки собаки в собаку, птицы в птицу, и демон, опухоль или еще не опухоль, начинает развитие клеток. Начинается клеточное развитие рака и становится все шире. В нем есть жизнь. Точно так же вы жили и развивались в очреве своей матери. Но эта жизнь не является вашей жизнью. Это другая жизнь. Ты получил жизнь, чтобы жить, а та жизнь смерти, вернее, дух смерти. Это не принадлежит тебе. Кто внес ее туда? Это приходит от дьявола. Рак, опухоль развивается из клетки. Вы тоже развиваетесь из клетки. Человек с катарактой, когда дух оставляет, люди говорят, «О, я вижу!» На следующий день они видят лучше, но примерно после 72 часов наступает разложение. Как при воскресении Иисуса. Клетки не разлагались. Он воскрес прежде трех дней и ночей, умер в пятницу днем, воскрес в воскресенье утром. Давид сказал, «Я не оставлю его души в аду и не дам святому моему угодить тление». Те клетки начинают распадаться на 72-м часу. Когда это начинает распухать, опухоль увеличивается, твое сердце должно очистить кровяной поток. Прошлый вечер ко мне подошла дама с большой раковой опухолью. Она была у нее на голове, в волосах. Будьте в духе, я сказал ей, что у нее на голове раковая опухоль и что опухоль отвалится. Она отвалилась, и вот она у нее в банке со спиртом. Эта женщина находится в зале, может она поднимется? Да, вот там стоит та женщина, у которой опухоль в банке со спиртом. я видел, как они белели и отваливались прямо на платформе. Это чудо. Обычно, когда опухоль умирает, то жизнь выходит из нее. Если опухоль внутри, она не может отвалиться, она лежит там несколько дней и начинает распухать. Затем начинают распадаться клетки, тогда у тебя недомогание и жар. это как инфекция. Сердце перекачивает кровь и очищает тело, а там находится кусок плоти в твоем теле, и у тебя начинается недомогание. Люди говорят, я так хорошо чувствовал себя на платформе еще один или два дня, но думаю, что я не исцелился. Еще бы, это самый лучший в мире знак, что ты получил исцеление. А если начинаешь разувериваться, то так же, как твоя вера убрала жизнь из той опухоли, твое неверие вернет ее обратно. Иисус сказал, когда нечистый дух выходит из человека, он идет в пустынные места, затем возвращается с семьей другими духами. Пусть в доме будет хороший хозяин, вера, не важно, как ты себя чувствуешь, важно верить. Иисус не спрашивал, ты почувствовал это? Он говорил, ты поверил бы это. Бог блесил, все равно. Я думаю, что вчера вечером раздали сто молитвенных карточек на ум. Давайте возьмем последние пятнадцать. У кого молитвенная карточка номер восемьдесят пять? Поднимите вашу руку. У кого молитвенная карточка восемьдесят шесть? У кого восемьдесят седьмая молитвенная карточка? Поднимитесь, пожалуйста. Может быть кто-то не может встать, лежит на носилках? Может быть глухой человек? У меня были в офисе, сказали, да, я был там и слышал, как вы говорили от такой-то до такой-то, но никто не помог мне. Или, может быть, они были глухие. В восемьдесят седьмая. Посмотрите на карточку вашего соседа. Может быть он глухой и не слышит. У кого восемьдесят восьмая? Есть в этом здании? Молитвенная карточка восемьдесят девять? Хорошо. Девяносто? Девяносто? Только верь. Теперь, что бы он ни говорил, вы делайте это. Просто делайте то, что он говорит делать. Я ваш брат, и просто человек. Если он придет и возьмет эту бедную оболочку и позволит своему Святому Духу трудиться через нее, тогда вы увидите Иисуса Христа, действующего в этой аудитории. Неважно, насколько он проявит себя здесь, если ты не веришь мне, то он ничего не может для тебя сделать. Если бы ты мог явно видеть его, стоящего возле меня, но не верил бы мне, я ничего для тебя не мог бы сделать. Моими словами будет то, что он сказал в своем писании, и я буду молиться, чтобы Бог помог вам. Здесь есть больные матери и отцы, они нуждаются, и я буду просить Бога помочь вам. Встаньте вот там, вот здесь в ряд, справа, склоним наши головы. Наш Добрый Отец, мы молим во имя Иисуса, да сойдет Святой Дух и проявит дела Иисуса Христа. Благослови этих людей, сделай их здоровыми, исцеленными, счастливыми. Отец, ты знаешь немощь слуги Твоего. Я не знаю, что говорить или что делать. Я сделал это по Твоему повелению, и я верю, что Ты будешь здесь сегодня, чтобы благословить этих людей и помочь им. Отец, если Ты позволишь Святому Духу открыть это для нас, что нам надлежит делать и как это делать, то мы возрадуемся и будем счастливы. И эта аудитория будет верить Тебе. Позволь сегодня каждому уйти отсюда окрепшим. Пусть уйти здоровыми, исцеленными, радостными. во имя Иисуса Христа. Аминь. Кто-нибудь там управляет этим светом? Этот Святой Дух он приходит, и многие из вас видели эту фотографию. Это снимали несколько раз и напечатано в книгах. Вы увидите другую фотографию этого, где это находится внизу. Репортер заснял это в Камбине, в Арканзасе, но она не была удостоверена как та из Американской Ассоциации. Я стоял в реке и крестил 500 человек после пробуждения, и он сошел прямо вниз, туда, где я стоял. Люди падали в обморок. Это был ракочущий шум, порывистый огонь. Я молю, чтобы и сегодня Бог явил себя таким видимым образом при этой аудитории здесь, в столице. Одни глаза могут это увидеть, а другие нет. Нам не хотелось бы так думать, но это так. Иоанн описал, как он увидел Духа Божьего на Иисусе. Не сказано, все видели. Мудрецы следовали за звездой. Она месяцами двигалась над каждой обсерваторией той местности, где они определяли время по звездам. Но никто не видел ее, кроме мудрецов, потому что они искали этого. Ищите Христа сегодня, и вы увидите Его. Билли, Поль, брат Мор, они встали там по очереди все 15. теперь, кто без молитвенных карточек не в очереди, смотрите сюда и верьте той же верою, как та женщина, которая коснулась его одежды. Он повернулся и сказал, вера твоя спасла тебя. Вы верите, что он в этот вечер тот же? Во всей той шумной толпе тот бедный слепой старик, сидящий под стенами Ерехона, закричал смилуйся надо мной. Иисус, вероятно, не услышал его крика. Но он почувствовал его веру. Он повернулся, сказал, вера твоя спасла тебя. Совсем иначе он сказал слушающим, зачем рассуждаете в сердце своем? Сказал женщине у колодца, иди, приведи мужа своего. Он сказал, я не могу делать ничего, кроме того, что показывает мне отец. Если то, что я сказал, является истиной, тогда Бог должен подтвердить свое слово. И он это осуществит. И если он это сделает, вы примете Иисуса Христа, если еще не приняли. Вы увидите милость его к другим. Он смилуется над вами, если у вас будет вера и доверие. Молитесь, Господь, я верующий, и я прошу тебя, исцели меня сегодня. Бог это сделает. Мы только недавно из Африки. Я снова собираюсь в Африку, и в Индию, в Палестину, и в Германию. В Дурбане, в Южной Африке, после того, как три или четыре человека прошли в молитвенном ряду, и люди увидели, что совершил Бог, тридцать тысяч приняли Иисуса своим личным спасителем. если мы возьмем Божье Слово как правило и будем проповедовать Евангелие, Евангелие пришло не в Слове одном, но с явлением силы Святого Духа. Евангелие это проявление силы Святого Духа. я ездил по странам, они говорят, мы не хотим миссионеров, мы знаем об этом больше, чем вы, мы хотим увидеть кого-нибудь с достаточной верой, чтобы проявить Божье Слово. Вот каким образом они обращаются и находят Христа. Я уверяюсь Богу, чтобы здесь, в этот вечер, многие таким же образом нашли Христа и приняли в сердце свое. И кто и никогда не ищет Бога? Бог ищет человека. Когда человек впервые упал в Демском саду, человек спрятался. Бог разыскивал человека. Иисус сказал, «Никто не может прийти ко мне, если Отец мой не притянет его». Я хотел бы объяснить вам кое-что о видениях. Сколько из вас когда-либо видели сны? Многие люди не видят снов. Здесь наше сознание, здесь наше подсознание. Это подсознание я и пытаюсь завести Духом Святым. Я должен спросить этого человека, вы верите? О, да, сэр. Вы здесь верите, но как насчет того человека вот здесь? Это человек в машинном отделении, что двигает корабль, не человек из кабины управления. Иногда, когда вы спите, вы уходите в подсознание и снится то, что вы делали, когда были здесь. Когда вы просыпаетесь, то помните, что вам снилось. Некоторые все еще помнят то, что им приснилось много лет назад. Частица вас была где-то, иначе вы это не вспомнили бы. Человек, который спит крепко, его подсознание уходит в прошлое, он не поймает его. Но провидец, его подсознание не там или сям, оно прямо здесь. У него глаза открыты, и он видит. Некоторым Бог дал крепкий сон без сновидений, а некоторым сновидения. Я сказал бы, присните сон, вы не смогли бы этого. Бог ставит в церкви апостолов, пророков, дары исцеления для совершенствования церкви. Если вы все говорите на иных языках и войдет не обученный, разве он не скажет, что вы все сумасшедшие? Но если кто пророчествует и открывает тайны сердечные, не подводит ли они и не скажет истинно с вами Бог? Таким был Иисус Христос вчера? Какой он сегодня? Я верую в него в полную его веру, какой он есть. Тот же самый Господь Иисус. Он воскрес из мертвых и находится сейчас в этот вечер здесь на платформе. Я не бывал раньше в этой местности. Насколько мне известно, никого из вас я раньше не встречал. Кроме нескольких здесь на платформе брат ВООЗ, брат Линцей, может быть 3 или 4 служителя, которых я знаю. Но Бог знает всех вас. Вот стоит эта женщина. Бог на небесах знает. Я никогда в жизни не видел ее. Вы не знакомы? Совершенно не знакомы. Если Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же, вчера, когда Он хотел открыть нечто о той женщине, Он сказал, принеси мне пить. Она сказала, так не подобает, чтобы евреи, самарянами. Иисус немного поговорил с ней, Он открыл, в чем была ее беда. Теперь Иисус воскрес из мертвых, и сегодня Он живет в нас. Еще немного, и мир не увидит меня более, но вы увидите меня, ибо Я, личное местоимение, буду с вами, даже в вас, до конца мира. Вот таким образом это написано в Библии. Я буду с вами, даже в вас, до конца мира. Вы знаете, я чего-то жду, это верно, это Ангел Господень. Я сам по себе беспомощен, как любой из вас, и к тому же здесь сидят критики. Кто из вас видел когда-нибудь его фото, где ученые засняли его фото, сильный свет, который входит? Это есть в студии Дугласа, Юстони, штат Никас, где Джордж Лейси, один из лучших в области научных исследований в Америке, исследовал это, не было ли двойной экспозиции. Иисус Христос подтвердил себя, что он, вчера, сегодня и вовеки тот же. Я подожду его, поможет ли он мне сегодня, я не знаю, есть ли я в чем-то похвастался, да простит меня Бог. Я только хотел представить Иисуса Христа, который слышит меня сейчас. Пусть он придет и поможет нам. Это моя молитва. Пусть органист спокойно играет «Верь, только верь». Пусть каждый пребывает в молитве, не опускайте головы, пока я вас не попрошу. Теперь те, которые в молитвенном ряду, если он упрекнет вас, это будет правдой. Вам придется это перенести. Или где-нибудь в аудитории, «Это не я, это он». Идите, и исправьте это. Прежде чем найдете лекарство, вы должны выяснить причину. Хороший доктор не даст вам эспирин. Если он хороший доктор, он будет обследовать, пока не выяснят, в чем там беда. То же самое здесь. Если там зной дух, неисповеданный грех, или они вне Божьей воли, вы можете помазывать всю ночь, плакать и вопить, но демон останется там. Вот чего надо остерегаться. Если Бог на кого-то за что-то наложил проклятие, а ты приходишь и снимаешь его, то попадешь в беду, как было с Моисеем. Святой Дух здесь. Теперь, во имя Иисуса Христа, я беру каждого человека на этом месте под свой контроль для славы Божьей. Я хочу немного поговорить с вами. Вы осознаете, что нечто происходит. Это только что произошло. Если это правда, поднимите вашу руку. Это его присутствие. Я не знаком с вами, никогда в жизни не видел вас. Если святой Дух Иисуса Христа, который вчера, сегодня вареки тот же, если я засвидетельствовал это перед людьми и заявил, что это истина, а он тот же самый, тогда он откроет мне нечто, что поможет вам верить. Если Бог позволит это, вы примете свое исцеление или то, ради чего вы здесь? и мы увидим, что он тот же, который говорил с женщиной у колодца. Я только разговариваю с вами, как и он это делал, чтобы установить контакт с вашим Духом. Я вижу какое-то большое крушение. Это несчастный случай. это была авария. Вы были выброшены наружу, вот так, произошло растяжение на шее, из-за этого у вас на шее начался рак. Вы верите, что Иисус Христос сделает вас здоровой? Я верю. Отец Бог, во имя Иисуса Христа, властью Божьего Слова около умирающей женщины я говорю этому слову оставить ее. Сатана, ты обнаружен. Итак, выйди из этой женщины. Церковь живого Бога требует оставь ее. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Одну минуту, сестра, хочу поговорить с вами. Вы знаете, что теперь с этим покончено. Так и будет. Видите, ваше горло освободилось. И так будет. Все ушло от нее. Этот зоу поставил ее горло. Идите дальше своим путем и благодарите. Радуйтесь, будьте счастливы. Только имейте веру в Господа Иисуса. Поставьте Его сейчас в центре своих мыслей. в то время, как они думали об этом, они были единодушны. Помните, Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. имейте веру, бодритесь присутствующие и верьте от всего сердца и предоставьте мне ваше полное внимание. Пребывайте в молитве, пребывайте в вере в Бога. Я думаю, эта женщина больна. Подойдите ближе, сестра. Это не причинит вам вреда. Это как раз его присутствие. Вы это осознаете. Аудитория, я ваш брат. Это не психология. Я почувствовал такое в аудитории. Это не так. Это всемогущий Бог. Это не психология. Не думайте так. Только думайте о Господе Иисусе. Единодушно. Сестра, я хочу немного с вами поговорить. Мы не знакомы, но Иисус Христос знает нас обоих. Это наша первая встреча на земле, но Он знает вас, и Он питал вас всю жизнь. Он знает меня, и если я его милостью, Божьим даром, это приходит независимо от меня. Когда я был ребенком, первое, что я вспоминаю, было видение. Посмотрите сюда одну минуту. Конечно, вы больны. темный туп вокруг вас это смерть. Это рак груди. Я вижу, вас обследовал сильный врач. У вас был разрыв кишечника, а также педагог в русском, серьезная болезнь сердца, отчего у вас бывают обморки. несколько дней тому назад вы сидели на краю кровати, глядя в окно, и чуть не умерли. Это правда? Что там было, это ушло от меня. Что вы думаете, кто это знает в вашу жизнь? Это Иисус Христос? Благодарю. Вы знаете, что здесь нечто сверхъестественное, и вы верите, что это Господь Иисус. Темный дух все еще висит над вами. Это очень серьезно. Ваше имя Ева и ваша фамилия Йорк. И вы живете в этом городе. Номер вашего дома 613 по 6 улице. Вы пойдете домой здоровы. Во имя Иисуса Христа пусть она идет и будет здорова. Идите радуйтесь. только имейте веру, не сомневайтесь. Иди и больше не греши, чтобы с тобой не случилось чего-нибудь худшего. Грех это неверие. Грех это не пьянство, курение, азартные игры это атрибуты греха. Вы делаете это потому что вы не верите. Имейте веру в Бога. Верьте Ему всем вашим сердцем. я вижу свет следует за той женщиной. Он над цветной женщиной. Та женщина с желчным пузырем и прижим. Вы верите, что Господь Иисус исцелит вас? Если вы верите этому, то можете встать и принять свое исцеление и стать здоровой во имя Господа Иисуса. У вас грыжа, не так ли, сэр, который сидит там? Вы сидели там и молились. Господь, пусть этот человек проговорит ко мне. Если так, поднимите свою руку. Вера твоя исцелила тебя, брат. Тот же самый Господь Иисус. Вам не надо подниматься сюда, надо иметь веру. Просто верьте Богу всем своим сердцем и получите, чего просите. Иисус Христос здоровует это вам, если только будете верить. Но вы должны иметь веру. и Бог будет верить к будущему. Иисус верит всем своим сердцем. Вы просто немного взволнованы из-за его присутствия здесь. Вы из другого города. Вы приехали из Ричмонда, штат Вирджиния. У вас рак внутри борту, на вашей челюсти. Вы хотите отправиться домой и быть здоровым? Примите Иисуса как вашего Исцелителя. Во имя Иисуса Христа, пусть это оставит его. Аминь. Благословит вас Бог, идите, веруя всем своим сердцем. Вы становитесь все моложе, намного моложе, чем сейчас в моем присутствии. Вы страдаете от головных болей. Ваши головные боли начались около 25 лет тому назад. С тех пор это мучает вас. Вы были сильны верующие. Вы молились об этом часе и говорили Богу, что если только смогли бы добраться до меня, если бы я помолился за вас, то ваши головные боли прекратились бы. Это правда? Все это правда. Вы слышали, что было сказано. Это был не я. Это был только мой голос. Это было так, как было сказано? Вы верите, что Бог это сделал? Вы уверены, что Бог здесь? Я вижу еще что-то. Какая-то молодая женщина стоит рядом с вами. Это ваша дочь. Вы собирались поехать увидеть ее в Ричмонде, штат Индиана. Ее муж служитель, и она написала вам письмо, просила вас не приезжать, потому что я направлялся сюда. Это правда. Правильно? Правильно. Вы исцелены. Имейте веру в Бога. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Благословит вас Бог, восклицающие цветные люди. Он всегда готов помочь нуждающимся. Я вижу, Святой Дух находится там в углу. Он над цветной женщиной. Она вот так смотрит и молится. У нее в горле опухоль. Она подняла руку. Вы принимаете свое исцеление, леди? Женщина, которая сидит прямо за вами. У нее опухоль в плече. Обе теперь встаньте. Две цветные женщины, у которых опухоль. Иисус Христос исцеляет вас обеих. Ваша вера исцелила вас. Это прошло. Имейте веру в Бога. Не поддавайтесь неверию, но верьте, что все возможно тем, кто верит. О, какая сильная вера в этом зале. Все как будто заволокло над всем залом. В самом деле, вы все теперь в Духе Господа. Все может произойти. Здравствуйте, леди. Вы верите, что я Божий пророк? Пророк — это проповедник. Вы не принимаете меня как от врага. Вы принимаете меня от Бога. Когда я могу вам помочь? Он сказал мне, если мне удастся сделать так, что люди поверят мне и быть искренним во время молитвы, то ничто не устоит перед этой молитвой. Это Бог совершает исцеление. Я сказал, они не поверят мне. Он сказал, тебе будут даны два знамения, как и пророку Моисею. Одно из них — открывать людям тайны их сердец. Вы здесь не ради себя, но вы переживаете из-за болезни этого ребенка. Доктора отказались от нее. Сказали, она умрет. Это лейкемия. Это правда? Правда. Вы ехали с запада на восток. Вы прибыли из горного штата. Из Пенсильвании. Из города Чамберсбурга. Это правильно? Правильно. Сестричка, Господь Иисус был здесь. Он возложил бы свои руки на тебя, и ты могла бы жить. Ты веришь, что я его слуга? Да, сестра говорит, конечно, верю. Вместо него я возлагаю руки на это дитя, благословляю ее и требую, чтобы демон оставил ее. Пусть войдет в жизнь. Она будет жить и будет здорово. Сатана, властью Божьей Библии, с божественным даром, я заклинаю тебя, оставь это дитя. Ты веришь, что теперь ты будешь здорова? Благословит тебя Бог. Повернись и поможи собравшимся. Маленькая девочка с огромной верой. Напишешь мне письмо. Вы верите мне, как его пророку? Вы верите, что Бог близко? Если Бог откроет мне, что у вас не в порядке, в доказательство, что я его пророк, открывающий истину. Он сказал женщине, иди приведи своего мужа. Она сказала, у меня нет мужа. Он сказал, у тебя их было пять. Она сказала, я вижу, что ты пророк. Он обещал послать того же Духа, Святого Духа, который пребудет с нами до конца мира. Вы верите этому? Он знает вашу беду, больное сердце. Станьте все, у кого больное сердце. Вы можете исцелиться. Господь Бог, ты знаешь, какие мы слабые и немощные, но Господь мы знаем, как ты силен. Ты сотворил сердце. Я запрещаю демонической силе мучить болезнями сердца. Да выйдет он из них во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Бог. Теперь чувствуете себя иначе? Был действительно темный дух. Вы тяжело страдали, были прикованы к постели. Теперь прошло, вы исцелены. Имейте веру в Бога, пребудьте единодушны в вере. Мы не знакомы, но Господь Иисус знает нас обоих. Небесный Бог, пребывавший в Иисусе, обещал снова вернуться в нас. И что Он делал, мы тоже должны делать. Вы верите, что я Его пророк? Я говорю это, потому что ангел сказал мне, пусть люди тебе поверят. А если они не поверят тебе, ты откроешь тайны их сердец. И тогда им придется поверить. Но вы верите мне, потому что вы сам служитель Евангелия. Хорошая причина привела вас сюда. Вы не больны. Вы хотите, чтобы пробуждение произошло в вашей общине. Вот о чем вы молитесь. Мы все хотим этого. Давайте встанем. Всемогущий Бог, сотворивший небо и землю, я прошу, чтобы всякая демоническая сила была повержена и проявилась сила Иисуса Христа. Сатана, воина Господа Иисуса Христа, выйди из народа. Вставайте, коллеги с инвалидных колясок. Все, каждый из вас, вознесите Ему хвалу. Продолжение следует...